Всем привет! Существует такая проблема в Windows, когда мы хотим загрузить наш ноутбук, но почему-то не получается. Ноутбук постоянно начинает перезагружаться, происходят какие-то ошибки и по несколько раз. Для того, чтобы исправить эту проблему, поступаем таким образом. Нажимаем на кнопку ВПУСК и нажимаем на клавишу F8 при загрузке. У нас появился такой экран монитора, где можно зайти в устранение и неполадокомпьютера, безопасный режим, безопасный режим загрузка сетевых драйверов, безопасный режим с поддержкой команды строки, ведение журнала загрузки, включение видеорежима с низким разрешением, последняя удачная конфигурация, режим остановления служб каталогов, режим отладки, режим автоматической перезагрузки при отказе системы, отлучение обязательно проверки подписи драйверов и обычно загрузка Windows. Такие сбои в ноутбуке у нас могут быть из-за неполадок с электричеством, то есть какие-то сбои в электросистеме, низкое напряжение и наш компьютер начинает вылетать. Попробуйте последняя удачная конфигурация. Нажимаем Enter, я нажимать не буду. Ваш ноутбук попытается зайти при помощи последней удачной загрузки загрузки. Если этот способ не получается, заходим в безопасный режим. Идет загрузка файлов Windows. Надо немного подождать. Вот смотрите, у нас загрузилась винта в безопасном режиме. Такой безопасный режим представляет собой вариант загрузки Windows, в котором компьютер запускается с ограниченным набором компонентов. Сооружаются только базовые файлы и драйверы, необходимые для запуска Windows. В углах экрана отображаются слова безопасный режим, соответствующие используемого режиму Windows. Открываем справку. Что нам надо сделать? Нам нужно удалить те программы, которые мы недавно загружали, потому что, возможно, в этих программах есть или какой-то поврежденный реестр, либо какой-то вирус, либо еще что-то. То есть, вспомните, что вы делали в последний момент. Там загружали какой-то браузер, какую-то программу. Это все надо удалить и удалить желательно через какие-то программы, как Clanner, то есть в безопасном режиме. Это как один из вариантов. Следующее завершение. Завершаем и перезагружаем. Если ноутбук не включился, значит проблема в чем-то другом. Заходим в устранение неправда компьютера, нажимаем Enter и ждем. Идет загрузка файлов. Ждем, пока наши файлы загрузятся. Вот параметры установления системы. Выбираем клавиатуру русская, далее, имя пользователя, пароль, если у вас есть пароль, нажимаем пароль, если нет, нажимаем ОК. И у нас выбегают такие пункты. Параметры установления системы. Это восстановление запуска, восстановление системы, восстановление образа системы, диагностика памяти Windows и командная строка. Попробуем включить восстановление запуска. Произойдет автоматическое восстановление. Компьютер сделает автоматическую диагностику системы и сам перезагрузится и попробует восстановиться. Если компьютер был недавно подключен на новое устройство, например, камера или плеер, извлеките устройство и перезапустите компьютер. Если это сообщение по-прежнему появляется, обратите в систему администратору или изготовителю компьютера для получения помощи. Нажимаем отмена. Дальше у нас есть такая замечательная функция, как восстановление системы. Нажимаем сюда, у нас появляется надпись восстановление системных файлов и параметров. На системном диске этого компьютера нет точек восстановления. Для создания точки восстановления откройте защиту системы. Восстановление системы может устранить проблему, замедляющую работу компьютера или блокирующую работу. Восстановление системы, невероятные документы, изображения или другие данные. Если у вас есть какие-то точки восстановления, при помощи этого можно восстановить систему. Дальше восстановление образа системы. В Windows не удается найти образ системы на этом компьютере. Подключите жесткий диск с архивом или вставьте последний диск для набора архивации. Нажмите кнопку. Ну вот если у нас есть диск, вставляем диск и восстановим образ. Выбор архивного образа системы и так далее. Если это не помогает, дальше у нас диагностика памяти. Выполнить перезагрузку, проверку рекомендуется. Проверка компьютера на предмет неполадок с памятью. То есть возможно есть какие-то неполадки с памятью у ноутбука. Нужно воспользоваться этим методом. Нажимаем перезагрузка и ноутбук может найти эти неполадки, выдать неполадки. Таким образом вы решите эту проблему и при помощи командной строки. Дальше перезагрузка и возможно этот метод вам поможет в завершении работы. Если вам все пункты не помогли, то придется переустанавливать Windows. Нужно вставить либо флешку с Windows, либо диск и по новой переустанавливать. Но это в том случае, если все методы не помогли. У меня на этом все. Если видео было интересно и понравилось, ставим лайк и подписываемся на канал. Всего доброго. До свидания.